Девушки отдыхают В основном пенсионеры. Те же молодые, которые не покинули свою деревню и остались на земле, решили сохранить свою малую родину и не заносить ее в список вымерших селений. Основное такое, что будет церковь, будет жива деревня. Не буду говорить, что все хотят, но большинство. По благословению епископа Барышского и Инзинского филарета курировать строительство будут школьные товарищи. Настоятель храма Дмитрия Солунского в базарном созгане протеерей Александр Морозов и благочинный Жадовского монастыря Иеромонах Тихон. Они же и осветили начало строительства нового храма. Его решили сделать деревянным. Под алтарь будущей церкви заложили капсулу с данными о том, в каком году, какого числа и кто осветил начало строительства. Капсулу накрыли освященным камнем и замуровали цементом. Это место окропили елеем. Топор как главный инструмент в строительстве деревянных храмов, также среди атрибутов освящения. Им с молитвой по три раза стучат по каждой из четырех стен храма, чтобы стройка проходила без сучка и задоринки. Обойдя фундамент будущей церкви и помолившись о благом начинании, батюшки обратились к жителям русской хамутери. Главный посыл – жить с Богом в душе и посильно помогать в строительстве своей церкви. Ведь этот дом Божий созидается для спасения их же душ. Храмы Божии совершаются для того, чтобы наши души и телеса наши, которые суть, храм Духа Святаго, освящались и благословлялись теми таинствами, которые совершаются в этих зимних храмах. Это прежде всего исповедь и причастие святых христовых тайны. Спасибо всем. Трудится, помогает здесь. Приход наш базарский не очень большой, конечно, но вот эта русская хамутерь чем нравится, потому что тут вот люди с чистым сердцем. С момента окончания освящения русская хамутерь теперь из статуса деревня приобрела статус село. Тут есть пусть еще строящийся, но храм. Кстати, это первая церковь за всю многовековую историю этих мест. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышской епархии, специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова